Парижанка Калет Мазе играет на фортепиано с четырёх лет. Сейчас ей 103. Дома у почтенной дамы три инструмента, в прихожей, в гостиной и в столовой. И каждый день она музицирует. С детства я музыкант. Мне нравилось играть коротенькие песенки, которые пели дети из соседней квартиры. У меня была игрушечная пианино, и я подбирала аккорды для этих мелодий. Калет родилась в состоятельной семье. Отец управлял заводом, а мать воспитывала дочь. Увидев у неё талант к музыке, она наняла преподавателей. Потом девочка поступила в частную консерваторию в Париже. Мама была строгой, и обо мне заботилась служанка. Я не чувствовала себя счастливой, разве что рядом с бабушкой. А фортепиано и музыка дали мне то, чего не хватало в жизни. Калет преподавала в нескольких музыкальных школах и никогда не переставала играть на пианино. А недавно выпустила уже четвёртый диск с исполненными ею произведениями. Один из её кумиров – французский композитор Клод Дебюсси. Подруга пианистки Адель говорит, что пожилая леди наслаждается жизнью и с годами не утратила ни капли чувства юмора. Однажды она застала Калет, танцующий с курьером. Я спросила, что происходит, а парень ответил, я принёс цветы миссис Мазе, а она сказала, что сегодня ей исполнилось 103 года. Я пригласил её на танец, чтобы сделать ей приятное. Калет живёт почти на самом верхнем этаже высокого здания рядом с Эйфелевой башней. Из её окон открывается прекрасный вид на архитектурные достопримечательности Парижа. И каждый день по квартире разливается фортепианная музыка. Субтитры создавал DimaTorzok